Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Тик Милоса, меня Артур Идиатурин. В ничем непримечательный день торгов на валютном рынке новозеландский доллар показал лучшую доходность за этот год, лучшую внутреннюю доходность после того, как Центральный банк Новой Зеландии решил оставить ставку на прежнем уровне на заседании в среду. Банки и хедж-фонды набрали большие короткие позиции по новозеландскому доллару перед заседанием, ожидая, что регулятор на соответствующем образом отреагирует на выселение угроз для экспорта, для экономики Новой Зеландии и для определенности в мировой торговле. Вопреки этому Центральный банк упомянул высокий уровень занятости и комфортную инфляцию в числе главных факторов, которые оправдывают сохранение параметров политики и без того имеющих уклон в стимулирование. Фьючерсы на местные облигации оценивали шансы понижения ставки в 75%, основываясь на факторе синхронности политики с остальными крупными ЦБ, а также замедлением двух ключевых компонентов ВВП – потребление домохозяйств и капитальных инвестиций. Темпы роста в Новой Зеландии находятся сейчас на 6-летнем минимуме. Следует также отметить, что целевой диапазон инфляции Новой Зеландского Центрального банка достаточно широк. Он находится в диапазоне от 1 до 3%, что отличает Новой Зеландский банк от других центральных банков. В то же время текущий уровень инфляции составляет 1,5% и близок к конкретному целевому значению в 2%. Центральный банк Новой Зеландии также отметил стабильность цен на основные статьи экспорта, что стало доводом для чиновников повременить с кредитным стимулированием. Нужно отметить, что чиновники отстояли августовский прогноз по ставке ставки. Тогда они ожидали, что ставка снизится до 1% и продолжит сохраняться на этом уровне весь 2020 год. Это послужит нижней границей оценки. Как видно, в ноябре прогноз ставки практически не изменился, исключением того, что в начале 2020 года он снижение немного ускорится и достигнет также 1%, то есть того уровня, на котором сейчас держится ставка. Несмотря на более крутой запуск в ноябрьском прогнозе траектории ставки, пределом стимулирования, как видно, остается значение в 1%. Оно было в августе и осталось сейчас, что, естественно, не оправдало рыночные ожидания. Среди экономических прогнозов Центрального банка можно выделить следующие ключевые моменты. Во-первых, это рост основных торговых партнеров в Новой Зеландии, а это Австралия, Китай и США. Чиновники ожидают, что рост торговых партнеров прошел в днем, темпы роста прошли в дно и, как ожидается, они перейдут к ускорению в 2020 году. Что касается условий торговли для Новой Зеландии, условия торговли перейдут в более сильный рост, что отражается в изменении в ноябрьском прогнозе за счет снижения импортных цен, стабильности экспортных цен и ожиданий ослабления новозеландского доллара. Точнее, распространения эффектов уже ослабленного значительно новозеландского доллара. Прогноз инфляции на недвижимость в Новой Зеландии был пересмотрен в сторону роста, и, что важно, значительно был пересмотрен. Видно, что в ноябрьский прогноз инфляции значительно усиливается по сравнению с августовским прогнозом. По мнению чиновников, ажиотаж на рынке недвижимости благоприятно скажется на потреблении в 2020 году, и из этого можно сделать, наверное, основной вывод сегодняшнего заседания Новозеландского банка, что существуют лаги в распространении эффектов от снижения основной процентной ставки, и, в частности, в контексте рынка недвижимости можно говорить о задержке именно в распространении эффектов на ипотечные ставки. И это, естественно, вынуждает сейчас чиновников немного подождать до появления эффектов, до того, как после серии снижения ставки, основной снижения ставки, эффекты на ипотечные ставки наконец-таки полностью проявятся. Естественно, при таком прогнозе это позволит избежать чиновникам избыточного инфляционного давления на отдельных рынках. Если они продолжат снижать ставку в соответствии с ожиданиями рынка, то этот прогноз может даже быть впоследствии повышен в большую сторону, что, естественно, опасно, так как рынок недвижимости – это основной из рынков в экономике, будем так говорить. И, как я уже отметил, видно, что в наябрьском прогнозе средняя инфляция за год на рынке недвижимости, как ожидается, достигнет 6%, в августе ожидания были всего лишь примерно 2,5%, и при таких ожиданиях, естественно, нельзя просто идти в соответствии с рынками и продолжать снижать процентную ставку. Поэтому прогнозом остается действительно уровень ставки на уровне 1% в 2020 году, как раз-таки, чтобы избежать инфляционного вот этого давления избыточного на основных рынках в экономике. На сегодня у меня все. Спасибо за большое внимание. Увидимся с вами в среду.